всем привет в прошлом видео я рассказывал про свой переезд в корею и про то как я сидел в карантине и мы как раз остановились на вот этом моменте когда я заходил в здание для регистрации и для заселения поэтому сегодня я хочу провести тур по нашему общежитию сеульского национального университета я хочу показать в каких условиях живут студенты что находится внутри и поделиться с вами этим видео уже прошел один год то есть то видео я записывал двадцатом году в сентябре сейчас уже сентябрь двадцать первого года и вот хотел бы немного отметить по карантинным ограничениям то есть они все также действуют все туристы приезжающие в корею также должны отсидеть 14 дней карантина даже если вы вакцинированы они не признают вакцинацию которая делалась не на территории кореи что по ограничениям значит четыре человека максимум могут собираться вечером даже два сейчас вообще усилили эти усилили случаи и соответственно усилились меры раньше даже был разговор по поводу того чтобы нас переводить в оффлайн в феврале по моему да была хорошая ситуация но сейчас участились случаи вот значит все бары работают до десяти часов и если вы идете большой компанией вам нужно разделяться и заходить по отдельности желательно с небольшим промежутком времени потому что если хозяева увидят или официанты что вы знаете друг друга вас просто попросят уйти ну конечно маразм ну приходится вот мориться с такими ограничениями но сегодня мы больше будем говорить про общежитие с мю поэтому давайте начинать наш тур кстати в корее они когда говорят про школу или про дом они всегда говорят не мой дом а наш с них не принято говорить мой такие вот места где они живут или учатся ну вот так выглядит вход значит ходе по карточке никаких вахтёров нет это домофон то есть если вы идете в гости можно позвонить вам откроет тут разные объявления но сейчас в связи с короной я посещение гостей запрещено просто строго-настрого никому нельзя заходить значит вот здесь я проходил регистрацию и заселение то есть для заселения мне нужно было заполнить вот эти три формы и подписать их и все весь процесс занял пять минут это наш офис администрации общежития и здесь работают студенты которые приходят сюда каждый день по будням с 7 до 11 вечера есть группа как ауток это по типу нашего ватсапа и там все объявления вся коммуникация ведется там здесь вот почта кулер можно купить воды здесь можно взять пылесосы также моющие средства для уборки заполняешь форму ну как просто пишешь во сколько ты взял и что ты взял и потом когда приносишь пишешь во сколько ты вернул есть даже стиральный порошок здесь продаются напитки например по ценам сейчас покажу кола 1600 это где-то полтора доллара пол-литровая вот так обычно по 1200 по 1000 у нас есть супермаркет не то если кому-то лень туда выходить пройтись 50 метров то можно покупать здесь вот это хочу показать и глубок в этой коробке складывают ненужные вещи которые в хорошем состоянии обычно здесь лежат какие-то джинсы или футболки там бабушки ну вот тут такая зона небольшая можно присесть кого-то подождать тут лифты мусор у нас сортируется есть общие отходы бумага и пластик бутылка и железо здесь прачечная куча машина все бесплатно на стене висят инструкции как пользоваться машинками все на корейском но дублируется английскими просто я смотрю по инструкции на какие кнопки нажимать и следую по инструкции единственная платная машинка это вот это вот для обуви то есть обувь в обычных стиралках стирать нельзя но вот это специально отдельно для обуви и стоит здесь постираться тысяча один доллар вот сушка для обуви сюда можно поставить просто обувь она тоже платная сколько стоит наверное а до 1000 тоже 1000 вон стоит и здесь находятся сушилки 45 минут и вся ваша одежда будет высушена это кухня но я покажу кухню у нас на этаже камеры по всему общежитию поэтому очень безопасно я даже оставлял двери открытыми постоянно так приехал лифт так приехал лифт у меня шестой этаж в лифте во всех лифтах в корее объявляются номер этажа то есть они разговаривают вот объявление что нельзя не резидентом заходить разные объявления по переработке как сортировать по поводу транспорта если у вас машина нужно зарегистрировать машину и платить тоже по-моему можно заплатить чтобы дали место на паркинге значит вот здесь находятся такие два места для занятий ну например если вы поздно занимаетесь и живете с кем-то чтобы не беспокоить соседа по комнате можно сюда выйти и ночью позаниматься поздно ну я особо здесь никого не видел значит по судя по нумерации нас 37 комнат на этаже есть двойные и есть одинарные ну одинарных наверное раза в полтора меньше заходим на кухню ну так выглядит кухня раньше стояла четыре стула и вот когда ввели новые ограничения по карантину убрали по одному стуле вообще понимаете это так здесь есть кулер горячая холодная вода то есть никаких чайников кипятить не надо подходишь либо можно взять кипяток либо холодный либо просто комнатной температуры так индукционная печка микроволновка также сама весят инструкции на стене как пользоваться техникой печка то мне нравится когда я включаешь она тоже разговаривает я правда ничего не понимаю что они говорят но все равно прикольно вот по поводу пожарной безопасности висит плакат что нельзя приносить в общежитие то есть это удлинители тройники плойки электроодеяло мультиварки свечи и все что легко воспламеняется кстати за нарушение пожарной безопасности дают самый большой штраф здесь работает система баллов штрафных баллов если вы набираете 10 баллов то вам сразу можно идти на выселение если у вас 6 штрафных баллов то на следующий семестр вы тоже не заселитесь обычно за нарушение дают по 3 балла то есть грубо говоря вы нарушили два раза вы можете жить здесь до конца семестра и потом готовиться на выселение вот моя комната номер 633 вход так же само по карточке вообще в Корее я не видел чтобы кто-то пользовался ключами потом карточку вставляем вот сюда ну как в отеле в номере чтобы был свет и здесь на входе у нас такой порог место для обуви корейцы всегда разуваются перед входом в комнату вот так вот выглядит она комната где живут студенты Сеульского национального университета стоит такая комната 215 тысяч вон если вы живете вдвоем и 300 с копейками если вы живете один то есть я доплачиваю дополнительно чтобы жить одному у меня нет соседа это правая сторона у меня больше тут продукты хранятся я готовлю на этом столе там что-то можно порезать в общем она у меня такая больше бытовая вот в шкафу здесь полностью все в продуктах а вот слева здесь я сплю и учусь тут учебники ну вот вот это номер мы бегали участвовали в забеге для популяризации паралимпийских игр и по окончанию мне даже дали такую медаль почему-то велосипедист паралимпиец но мне даже так больше нравится потому что я особо не бегаю в общем надо было пробежать 5 и 4 километра и потом запустить это все в соцсети в комнате у меня есть холодильник душ и санузел также есть кондиционер летом тут без кондиционера просто можно повеситься нереально жарко сейчас работает и вот это два крана тоже по пожарной безопасности это система пожаротушения потом у меня есть огнетушитель он есть в каждой комнате если вы заметили по коридору тоже дофига расставлено так выглядит санузел и вот так выглядит душевая нам их раз в два месяца приходят дезинфицируют тут я управляю кондиционером это здесь для включения отопления это его завесил чтобы не светилось оно бывает светится ночью ярко и мешает мне спать то есть я могу включить отопление в любой момент отопление находится в полу полы с подогревом нету никаких батарей вот по всей площади пола этот порог наверно не зря сделан потому что тут идут трубы которые будут отапливать пол потом у нас ну то есть если вы живете вдвоем и нужно ну хочется какой-то приватности то вот вверху перегородка ее можно опустить и разделить комнату напополам ну просто вы не будете видеть там соседа или если он тоже если он занимается или у него светится ноутбук то чтобы глаза не светило можно опустить этот тут просто белый такой перегородка такая вот это мой вид из окна видно Сеульскую башню а справа тут гора Гванак многие ходят сюда на хайкинг поле недавно делали сейчас вышел на балкон чтобы лучше показать вид вот это гора Гванас и внизу у нас тут течет ручей и как вы думаете для чего нужна вот эта конструкция это для эвакуации в случае пожара если вы не можете дойти до запасного выхода можно спуститься по веревке веревка находится вот здесь в ящичке вот там и вот висит инструкция как ей пользоваться то есть вы фиксируетесь всегда за пояс или вот в районе груди чтобы не свалиться то есть вы не руками ползете по канату а фиксируетесь и потом сцепляете карабин вот сюда кольцо и спускаетесь сейчас выйду на балкон покажу вид на комплекс сверху и вот и вот 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 и вот под зонтиком там курилка курить можно только в определенных местах за курение в не положенном месте штрафные баллы а за курение в помещении сразу выселение ну помимо штрафных баллов есть также баллы поощрительные например если вы участвуете в каких-то общественных работах то можно перекрыть вот эти штрафные за счет например уборки снега или там листья пойти пособирать или территорию поднести надеюсь вам понравился выпуск ставьте лайк подписывайтесь на мой канал увидимся